Друзья, привет всем! Сегодня 26 марта, у меня день рождения и я решил накрыть себе вот такой вот стол. Желаю, чтобы в каждой семье был такой стол. Здесь 2 миллиона гривен или 4,5 миллиона рублей или 73 тысячи долларов. И сейчас я беру все эти деньги и иду покупать машину, иду делать себе подарок. Итак, изначально я думал эти деньги поместятся в рюкзак, но в рюкзак они не поместятся. И желаю, чтобы у каждого из вас деньги не помещались не то чтобы в кошелек, в рюкзак, чтобы у каждого из вас деньги не помещались в рюкзак. Так что обязательно досмотрите это видео до конца, будет очень интересно. Наконец-то вы дождались этот момент, погнали! Вот сейчас закидываю эти деньги и кайфую. Ребята, я об этом мечтал. Мечтал об этой сумке. Мечтал, как буду закидывать сюда пачки денег. Конечно же, я мечтал, как буду сюда миллион долларов закидывать. Но 2 миллиона гривен тоже нормально. Сейчас гривны, завтра доллары. Всему, ребята, свое время. Итак, друзья, я думаю, этот влог получится максимально мотивационным, максимально полезным. Стоим мы сейчас возле салона Мазерати. Любимая не знает, какую я машину буду брать. Не знаю, но судя по всему Мазерати. Короче, я покупаю Мазерати Гибли. В общей сложности я потратил 2 миллиона гривен. Это 4 миллиона 800 тысяч рублей или 73 тысячи долларов. Короче, вы хотите все смотреть тачку? Погнали! Ну вот она, моя красавица. Как вам, ребята? Все четненько. Инстардинг! Это прям передача о том, что вы забираете у нас машину. Мы стали частью бренда Мазерати. Мы вас с этим поздравляем. И здесь вот вся история. Как вам цвет, ребята? Слушайте, как а салона? Именно мне понравилось, что она в темно-синем таком цвете и с красным салоном. Мне нравится. Так, ключей, ключей нету, где ключи? Я вас поздравляю с покупкой. Спасибо. Упачки, тут у меня подарочки. Это подарок вам на день рождения. Кепочка. Так, это что? Это часы Мазерати. Все, ролик все снимаю, одеваю Мазерати. Ну что, давайте расскажите подписчикам, что у меня здесь. Это Мазерати Гибли с трехлитровым двигателем. Двигатель от Феррари. 3 литра битурбо, 350 лошадей. Едет она за 5,6 секунд до сотни. Показывайте всякие тут ништяки. Давайте. Давайте включим зажигание сперва. Вот здесь вот кнопка с левой стороны. Значит, первый раз вы нажимаете, включаете зажигание. Есть кнопочка спорт, вот нажмите эту кнопку, меняется звук. О, а теперь будет. Вот это оно, да? Можете нажать. Так, вот такие часики мне подогнали. Все, я теперь в Мазерати Мэн. Давайте помогу вам. Ну, роликсы не снимаю. Все, ребята, ну что, как вам? Отлично, мне кажется. Мне кажется, вообще бабло. Так, погнали, что у меня здесь? В принципе, начнем даже вот с отделки автомобиля. Здесь у вас полностью все отделка высококачественной кожей. Это премиум кожа. Цвет не очень понравился. Да, это премиум отделка, то есть двухцветный салон. Получится бордовый с черным. Что здесь есть? Здесь есть, ну, понятно, здесь есть радио, мультимедиа. Если вы подключаете Bluetooth, AUX, USB, телефон, есть CarPlay. То есть вы тогда выбираете эту опцию. Сюда уже можно положить свой мобильный телефон, подключить сюда через шнурок, и будет отображаться CarPlay. Так, где у меня аварийка? Аварийка у вас вот здесь, за кулисой. Неудобно. Неудобно? Ну, это дело привычки, на самом деле. Аварийка неудобная здесь, короче. Нужно мне под ручку, да? Под ручку, вот. Как эта ручка называется? Кулиса. Это кулиса? Да. Сидение у меня с подогревом? Сидение переднее с подогревом и с вентиляцией. То есть когда жарко, вы включаете вентиляцию, когда холодно, подогрев. Есть навигация. Навигация встроенная, гарминовская. То есть, в принципе, она детализированная, работает хорошо в Европе, в Украине, полностью все показывает. Для того, чтобы подключить мобильный телефон, выбираете телефон и регистрируете свой телефон. Ну, это такое, что тут по машине? Что это за спортик, айс? Очень интересный режим спорт. То есть в режиме спорт меняется звук, как мы только что слышали, звук выхлопной системы. Меняется усилие на рулевую, на руль. Меняется работа двигателя, работа коробки. Коробка работает быстрее, двигатель работает четче. Педаль газа более чувствительная, то есть она становится более спортивная. Если, например, вы хотите побаловаться коробкой передач, то есть повышать, понижать сами передачи, да, то есть вы это можете сделать, перейдя в вручный режим, и кулисы повышать, либо понижать передачи. Включить спорт, отключить ESP, и можно вот дрифтовать на этой машине. Вот, здесь большая ниша для двух бутылок, здесь охлаждение с климат-контроля, вот здесь вот рычагом можно открыть, закрыть. Кондиционер, да? Да, здесь вот кондиционер, он идет вот в подлокотник. То есть холодильник как бы здесь? Как холодильник, да. Для очков, либо для каких-то мелких вещей, да, можете попробовать, если влезет оно сюда, влазит. А где ручник? Ручник, вот у вас электронный. Вот это? Да, кнопочный, это электронный ручник. Нажатием клавиши вверх вы его ставите на ручник, нажатием клавиши, опять же, вверх, вы его снимаете. И все, все так просто? Да, все очень просто. Значит, можно выставить себе электронный спидометр, можно посмотреть, что непосредственно происходит с вашим автомобилем. Так, а где здесь пробег у меня? Пробег у вас 72 километра. А что так много? Это нормально для Мазарати. Я не разбираю. А то сейчас подписчики скажут, что у нас запаленая какая-то. Они могут сказать, конечно, так, но просто многие подписчики тоже не знают, что, значит, Мазарати, они пока не пройдут горячую обкатку на треке, пока, значит, инженеры Мазарати не убедятся, что с машиной все хорошо, они ее в отгрузку не отдают. Что здесь именно? Здесь отключение передних парктроников. Если вам нужно найти что-то быстро в салоне, в салоне темно, вы включаете, это подсветка во всем салоне сразу включается. Открытие багажника. Если сзади, например, кто-то движется с включенными яркими фарами или с дальним светом, обычно с этого зеркала слепят водителя. Здесь светопоглощающее зеркало стоит, которое поглощает яркий свет. Это кнопочка для того, чтобы эту функцию либо включить, либо выключить. Сейчас все настроены, все четко. Так, это пленочка? Это все пленка, да, его можно снимать. Все четко. В принципе, если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, вы можете спросить. Я понимаю, что много информации. Да, в принципе, ничего не понял. Запомнить очень тяжело. Сейчас покажем задний салон ребятам. Двойные стекла здесь для дополнительной тепловиброшумоизоляции. Безрамочные, да? Безрамочные, да. Как вам, ребята, лучше такие или с рамкой? Вам какие нравятся лучше? Мне нравится безрамочные, потому что они выглядят более стильно. Так, что у нас здесь? Так, подстаканники. И стеклоподъемники, и центральный замок можно тоже для задних пассажиров. Можно его тоже открывать, закрывать. Можно поднять, да? Здесь вот кнопочка, чтобы открыть багажник, можно здесь вот открыть багажник с кнопочки. Для того, чтобы закрыть багажник, здесь вот есть тоже кнопка. Так, что у меня здесь? Здесь мы вам дарим в подарок вот эту вот сумку. В сумке находится у вас фонарик. Так, фирменный, мазератовский фонарик. Перчатки. Если вам нужно будет там заменить запасное колесо, либо просто что-то там... Это что, удочка? Нет, это знак аварийной остановки. Треугольник. А это такая жилетка, яркая, чтобы вас было видно на дороге, если вам нужно будет там что-то вот на дороге поменять. А домкрат есть? Домкрата нет, потому что нет запасного колеса. Вот. Это переходничок для того, чтобы, если, например, вам нужно будет подзалить бензин с канистры, да? То нужно будет ставить переходничок. Компрессор и баллон. Пена, она задувается под давлением для того, чтобы, если, например, вы порежете колесо, либо пробьете, можно было доехать до шиномонтажа. Также здесь аккумулятор находится в багажнике. Тоже здесь идеальная разрисовка по осям 50 на 50 для лучшей управляемости. Вынесли в багажник, вынесли аккумулятор. Закрытие центрального замка вместе с багажником. Так, погнали передок смотреть. Капот открывается вот здесь вот сбоку, есть рычажок вот здесь. Рычажок он желтого цвета, вы его нажимаете, в ту сторону поднимаете. Так, ну что у меня здесь? Здесь двигатель V6 B-Turbo. Как я уже говорил, этот двигатель делает Ferrari. 350 лошадей, две турбины. В принципе, сюда вам заглядывать не нужно. А как мужики стоят, что-то тут разбираются? Нет, ничего не нужно. Это уже современный автомобиль, здесь все уже выводится на дисплей. Если что-то не так, вы об этом все узнаете. Если что-то не так, я не починю вручную, да? Нет, вы не почините. У вас гарантия 3 года без ограничения пробега. Поверьте, у вас, даже если что-то случится, мы все сделаем очень быстро и четко. Логотип мне нравится. Это корона, да? Это трезубец Нептуна, в общем. А, трезубец Нептуна? Да, это трезубец. А для меня это корона. Королевский стиль, трезубец Нептуна. Ну, Maserati это вообще, как бы, автомобиль для успешных людей, скажем так. Maserati это автомобиль для успешных людей. А я успешный. Instarting выбирает Maserati. Не, это тупо не стальше. А или оставь, будет прикол такой. Так, друзья, давайте я вам расскажу, почему я купил именно эту машину. У меня было три варианта. Я хотел купить себе Мерс, хотел купить себе Lexus и хотел себе купить Maserati. Во-первых, я люблю очень комфорт. И поэтому я сразу присматривался к Мерсу, хотел себе взять Esco. Но Esco стоит 4,5 миллиона гривен. Это там, не знаю, 9 миллионов рублей. Просто, знаете, я такой мечтатель. Я визуализирую. Я люблю ездить в комфорте. Я люблю вот ездить на заднем сидении. Я визуализирую, мечтаю. Поэтому я рассматривал Мерс, но Мерс получился слишком дорогим. Плюс, это моя первая машина, и я не хотел себе вот сразу покупать такую дорогую машину. Потом, по комфорту, да, я перешел на Lexus. Начал смотреть Lexus. Lexus стоит как раз-таки 2 миллиона гривен. Но Lexus, ребята, у всех. Я вот посмотрел по Киеву, у всех эти Lexus. И не захотел уже этот Lexus. Потом увидел вот эту вот Maserati, плюс на нее была акционная цена, плюс она красивая в синим цвете, с красным салоном. Она мне сразу понравилась, и цена на нее была со скидкой. Так она стоит 80 тысяч евро. Это я ее купил со скидкой. Поэтому я сразу ее решил взять. Ребята, если вам что-то нравится, вот если вы чувствуете, что это ваше, вот оно вам сразу понравилось, все, сразу же берите, что я и сделал. Субтитры сделал DimaTorzok. А теперь давайте поговорим о пользе. Вот слушайте меня сейчас внимательно, не перематывайте. Мне часто писали в комментариях, вот ты миллионер, почему у тебя нет машины. Знаете, ребята, это все навязано обществом. Мне не нужна была машина. Я блогер, я много времени провожу за компом, я монтирую. И мне удобнее было ездить на такси. Плюс обществом навязано, что вот, если ты пацан, у тебя должна быть машина. Люди вот собирают на машину, когда даже у них нет денег, собирают на машину, там несколько лет, покупают машину, залазят в кредиты. Потом эта машина вытягивает деньги из их кармана. Они оказываются в полной заднице, пытаются как-то эту машину отбить. Ребята, это неправильный подход. Я вас учу правильным вещам. Такая ситуация была и у меня с ноутбуком. Когда у меня не было денег, когда я сидел на съемной хате, старые подписчики помнят, сзади ободранные обои, и мне писали, ну, разве ты зарабатываешь деньги? У тебя нету даже нормального ноута. Почему ты не купишь себе Apple? Ребята, когда я зарабатывал до 3000 долларов в месяц, я собирал на квартиру, я откладывал деньги, я собирал. Я мог себе купить Apple, но я его не покупал. И когда я купил себе квартиру, когда я начал уже зарабатывать до 10 тысяч долларов в месяц, да, я смог себе позволить купить Apple за 3000 долларов, потому что это правильно. Я не шел на поводу большинства. Я делал свой капитал. Такая же ситуация и с машиной. Машина – это пассив. Машина всегда вытягивает деньги из вашего кармана. И когда я себе купил первую квартиру в Киеве, вторую, третью, когда у меня уже был капитал, когда у меня уже были источники пассивного дохода, у меня была недвижимость, вот теперь я могу себе позволить машину, теперь она не так сильно будет бить по моему карману. Плюс сейчас у нас есть бизнес и теперь машина мне нужна. Но в любом случае машина – это пассив. Ребята, как говорил Роберт Киасаки, когда все покупали безделушки, безделушками он называл машины, дорогие часы, я сколачивал свой капитал. Роберт Киасаки сначала инвестировал в недвижимость, покупал себе недвижимость. Долгое время он не мог себе позволить машину. Он мог себе позволить машину, но он этого не делал. И когда он сколотил свой капитал, тогда он уже себе купил первую свою крутую тачку. Позаботьтесь сначала об активах. Когда у вас будет достаточное количество активов, вот тогда вы сможете позволить себе некий процент на пассивы. Вот так вот поступайте. Я, конечно же, не говорю о тех случаях, когда машина приносит вам доход, когда вы сдаете машину, когда вы зарабатываете на машину. И то – это не актив, это ваш бизнес. Также не советую покупать машину в кредит, покупать телефоны в кредит. Люди залазят в долги, когда у них хорошая ситуация, у них крутая работа, они думают, вот, все нормально, я смогу там за два годика рассчитаться за машину, а потом они попадают в какую-то непредвиденную ситуацию, у них нет денег и нужно платить за машину. Ребята, это неправильный подход. Но есть два разных типа людей. Вот для одних, когда они залазят в кредиты, для них это стимул, они начинают двигаться, начинают шевелиться, а для других все – это катастрофа, они не могут ни о чем другом думать, они в кредитах, они вечно ходят в подавленном настроении. Трансформатор, да, он говорит, у меня другая мотивация, я себе там накуплю дорогих вещей, и меня это мотивирует, когда у меня заканчиваются деньги, нужно как-то зарабатывать. Я против такого подхода. Я знаю, как это, когда у тебя вообще нет денег, поэтому я за то, чтобы создавать свой капитал. Когда у вас уже есть источники пассивного дохода, когда у вас есть свободные деньги, вот тогда покупайте машину. Помните, я вам говорил, как понять, насколько вы богаты? Богатство – это не то, сколько вы зарабатываете, а то, сколько у вас остается. Посчитайте, сколько дней, недель, месяцев или лет вы сможете прожить вообще не работая. Вот вообще ничего не делая, вот только вы путешествуете, кушаете, развлекаетесь и никак не зарабатываете. Вот проснулись, покушали, заснули. Проснулись, покушали, заснули. Вот, посчитайте, сколько-то дней, месяцев, недель или лет вы сможете прожить. Вот это и будет ваше богатство. Если у вас есть такой капитал, что вы сможете прожить там 10 лет вообще не работая, вот это, конечно же, круто. Но у среднестатистического человека должен быть такой запас минимум на полгода, на 6 месяцев. Итак, давайте подведем итоги. Ребята, не идите на поводу толпы. Если машина для вас пассив, вы должны достаточно заработать, вы должны достаточно отложить, чтобы вы могли себе позволить купить машину, и эта машина не слишком ударила по вашему бюджету. Вот это правильный подход. Я же вас всегда этому учил. Плюс, мечтайте, ребята, мечты сбываются. Визуализируйте. Приходите вот в салоны, садитесь за машины, визуализируйте, представляете, будто это уже ваша тачка, вот как сейчас, ребята. Вот, погнали визуализировать. Все, пробуйте, щупайте машину, садитесь за руль. Это и есть визуализация. Мечты сбываются, мечтайте. У меня ни хрена никогда ничего не было. Честно говоря, я не мог представить, что у меня такое будет. Нет, мог представить. Так что думайте всегда, ребята. Думайте своей головой и не идите на поводу у большинства. Тебе привет от рэпера-трейдера. Так, а где тут? А тут нету, да? Вот это минус, блин. В Chevrolet был тут. Так ты едешь, даже не это. Тут себе бэм-эм-эм-эм. Часики пошли. Ну что, запись идет? Запись идет. Так, ребята, я покатался, попробовал. Немного непривычно, конечно же. Но я первый раз за рулем такой машины. Да и вообще первый раз за рулем. Сейчас еду домой отмечать. Приедут родители. Они еще не знают, что я купил тачку. Запишу для вас отдельный влог об этом. Я желаю, чтобы все ваши мечты, ребята, сбывались. Мечтайте. Мечты сбываются. Огромное вам спасибо за поддержку, за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Пишите в комментариях, как вам машина. О какой машине мечтаете вы. И обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк. До сбудутся все ваши мечты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok